Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Впереди выходные. Несмотря на то, что традиционные рынки будут закрыты, я напоминаю вам то, что в рамках компании Markets у вас есть возможность продолжать работать с финансовыми инструментами криптовалютного рынка. На волатильность на них, думаю, что тоже лишним комментарий будет, но все-таки, напомню, выше чем по многим традиционным финансовым инструментам, возможно, для кого-то даже интересней. В общем, не забывайте об этой возможности. Что касается аналитического контента, то напоминаю, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграмм Amarkets с торговыми идеями, где мы на ежедневной основе постим большое количество вот этого контента, новостных фундаментальных сводок и конкретных торговых рекомендаций. В выходные происходит все то же самое. Торговые идеи непосредственно отдаются по криптовалютным активам. Ну и для тех, кто все-таки предпочитает выходные провести не за рабочими столами, непосредственно не перед компьютером, тоже как бы на путстве. Воспользуйтесь локальной передышкой, отдохните, друзья, потому что следующей неделе это снова необходимость для нас погрузиться в общий новостной фон, в события в восточной Европе и готовиться к еще большей волатильности, к новым возможностям и вместе будем, конечно же, все это стараться конвертировать в прибыльные сделки. Сегодня на повестке экономического календаря. Отчетов немного, я рекомендую посмотреть за данными по уроничным продажам по Канаде. В 15.30 по московскому времени выйдет этот релиз и сейчас пара доллар-канадец как по нотам. Очень предсказуемость ведет. Мы зашортили пару, поставили то есть на укрепление курса Канадца с целями 1.25 и до этой цели остается 100 с небольшим пунктов. Я допускаю, друзья, то что по факту выхода сегодняшнего релиза по уроничным продажам, по прогнозам нас ожидает довольно неплохая статистика, пара сможет приблизиться к данному уровню, если даже его не протестировать. Поэтому возможности еще есть локально присоединиться вот к этому составу укрепления Канадца и рекомендую это сделать. По поводу факторов роста канадского доллара ранее уже комментировал. Очень сильный фундамент, прям очень сильный. Нужно постараться поискать опять же регион, где настолько хорошо складывается ситуация с промышленным сектором, со сфер услуг, с занятостью. Данные по рынку труда мы анализировали на прошлой неделе. На этой неделе центральным отчетом был релиз по инфляции и собственно в соответствии с ожиданиями всех в буквальном смысле, потому что Канада не исключение среди других регионов и понятно Канада также сталкивается с последствиями срыва цепочек поставок, с проблемой с логистикой и высокими ценами на энергоносители. Так вот инфляция в Канаде также зашкаливает, друзья. 0,8% это в месячном выражении прирост, один из самых значительных за последние полгода, а годовой показатель скакнул до 5,7% с 5,1%. Я привык анализировать роничные продажи еще с позиции сопоставления потребительской активности с тем, что происходит с инфляцией. И мне кажется довольно очевидная корреляция между этими показателями, поэтому если у нас был такой мощный релиз по собственно инфляционному давлению, такой скачок цен, то логично предположить, что локально это отразилось на более высоких показателях роничных продаж. Поэтому сегодня еще один сильный отчет подкрепит лично мою уверенность, возможно и уверенность многих из вас, что 13 апреля на заседание канадского регулятора ставка будет снова повышена и в этот раз возможно даже на 50 базисных пунктов. Поэтому я рекомендую добивать именно бодрости канадского доллара через вот шартовую сделку по паре доллар-канадец. Рынок нефти 105.31, отбились мы от поддержки 105 долларов за баррель. Много тоже было уже сказано про риски, которые актуальны сейчас для всей секции энергетики, от риска предложения до нехватки предложения, до риски спроса, в частности из-за ситуации ковидной в Китае, где карантинные меры, ставшие вынужденными мерами со стороны властей в ответ на рост числа заболевших. Причем в эпицентре сейчас находится много промышленных центров и это омрачает перспективы роста китайской экономики, соответственно всей мировой экономики. Я согласен с тем фактом, что такая ситуация не может не отразиться на спросе, спрос на нефть просядет. Но я также уверен, можно даже сказать абсолютно уверен, что данного снижения спроса будет совершенно, друзья, недостаточно, чтобы компенсировать то выбывание предложения, которое уже началось. Если вы забыли, то эксперты Международного энергетического агентства прогнозируют уже с следующего месяца сокращение поставок российской нефти на глобальный рынок больше, чем на 3 миллиона баррелей. Это с учетом того, что есть в плане новостей сейчас. Если допустить, что новостной фон в связи с событиями в Восточной Европе ухудшится, это приведет к усилению санкционной риторики, новым ограничениям и, соответственно, новым потерям для глобального рынка поставок углеводородов со стороны российских нефтяных предприятий. Имейте в виду эти риски. Я считаю, что они сейчас доминирующие. Рынок нефти, судя по всему, со мной согласен, потому что цены снова растут. Поэтому я рекомендую ожидать сохранения бычей динамики в том числе с перехаями прежних максимальных отметок, там, в районе 130 долларов за баррель, это по Brent. По остальным финансовым активам индекс доллара 98.07, в принципе, можно сказать, без изменений, потому что как и держался индекс доллара выше 98, так он там и остается. Хотя ставка была повышена, ФРЭС анонсировал многократное повышение ставки в этом году, запустил цикл ужесточения монетарной политики, анонсировал даже возможность сокращения баланса. Решения, кстати, будут приняты уже на одном из последующих заседаний. Поэтому здесь комментарии он, наверное, даже излишен, но все-таки отмечу, что ужесточение политики, друзья, это база для дальнейшего роста доллара. Но не нужно здесь ничего придумывать. Да, доллар пока что не порадовал покупателей, но он ведь не просел до такой степени, чтобы сейчас покупателям пришлось держаться за голову и полагать, что произошло, а не будет ли дальнейшего снижения. Я по-прежнему за рост. Доллар иена 118.95. Если вы в длинных позициях, хочу обратить ваше внимание на прогнозы инвестбанков. Банков Америка ожидают доллар иену на отметке 130 иен за доллар. Конечно же, не завтра, не через неделю и через месяц, а в перспективе года и чуть больше. Морган Сенли на отметке 125. Золото 1932 доллара за тройскую унцию. Максимум вчера был 1950. Я за то, что рост продолжится. Тем более, что каждую неделю мы получаем свежие данные по инфляции по всем регионам стран мира и видим то, что инфляция неуклонно растет. Поэтому, какими бы агрессивными не были действия некоторых центральных банков по борьбе с высокой инфляцией через повышение процентных ставок, пока что эти результаты, такие действия, точнее, вряд ли смогут существенно ослабить темп роста инфляционного давления. И из-за высокой инфляции, все еще актуальнее, я в лонгах по рынку драгоценных металлов. Евро против доллара. Евро в шарте, собственно, как и раньше. Данные по инфляции вчера 5,9%. Кодовое значение максимальное за все время наблюдения за статистикой. Роста с 5,1%. Фунт 1,3150 рассчитывал на то, что решение по ставке приведет к укреплению британской валюты, но мы получили только лишь период волатильности в несколько часов и, по сути, котировки вернулись к тем же самым уровням, на которых они были в момент моего вчерашнего брифинга. Поэтому, раз быстрой победы не получилось, я из сделки вышел, друзья, и сейчас сфокусировался вот в плане рисковых активов рынка Форекс на европейской валюте. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Хорошего вам закрытия недели и до скорых встреч. Всем пока!